Бесплатные вебинары для руководителей Друзья, доброго дня! Приветствую вас на вебинаре компании «Один из битрикс». Сегодня мы говорим про то, каким образом мы выстраиваем интернет-маркетинг. У нас сегодня вебинар не на одного спикера, а на двух. Я буквально через минутку представлю нашего гостя, который будет говорить как раз про сам смысл про построение интернет-маркетинга в компании. Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу представительством «Один из битрикс» в Санкт-Петербурге. И, друзья, контрольно мы маленькую проверочку делали. Дайте обратной связи, есть ли свет и звук. Видно ли картинку? Слышно ли меня? Так, есть, да, отлично, вижу плюсики, большое спасибо. Я немножко расскажу вам сейчас про регламент, сколько времени мы сегодня с вами проведем, чем мы будем заниматься, как вести себя здесь, где задавать вопросы и что будет с записью, как это обычно. И потом мы перейдем непосредственно к теме. Значит, сегодня мы с вами примерно на полтора часа вместе, то есть с 11 по Москве и до 12.30, где-то будем мы с вами внутри эфира. Соответственно, в это время мы его примерно пополам поделим между двумя спикерами и будем говорить в первой части про построение интернет-маркетинга в компании. Как логически выстроить эту цепочку, где искать инсайты, что такое креатив, куда за ним ходить, какой креатив хороший, какой плохой, как все это проверять, поговорим вот про эту кухню. И во второй части мы будем это приземлять на CRM-систему. Вообще CRM-система и маркетолог, они сопоставимы, они в какой момент они пересекаются и как это взаимодействие выстроить. Будем говорить про то, что такое сквозная аналитика немножко, про то, каким образом мы берем, захватываем клиента из разных каналов, приземляем его дальше и отдаем в отдел продаж, если он у вас есть. Как с этим отделом продаж дружить? Если нет, то как вам самим в дальнейшем работать внутри? Про CRM-битрикс24, конечно, будем рассказывать. Вот чатик, который вы уже освоили, он в том числе нужен и для этих вопросов. С нами сегодня два партнера-интегратора, которые систему BITRIX24 знают отлично. Это две компании, Сфера, Софт и АС-проект. Ребята внутри чатика могут отвечать на вопросы, вот прям не дожидаясь даже второй части. Если вы пришли с вопросом про BITRIX24, пожалуйста, смело адресуйте его в чат, и коллеги будут на него по ходу отвечать. Вопросы можно бросать вот сюда в чатик. Мы будем оставлять время в конце презентации для того, чтобы на эти вопросы ответить. Если мы по ходу что-нибудь выхватим глазами, то попробуем сразу схватить, но традиционно мы в конце презентации возьмем несколько вопросов, озвучим и ответы на них дадим. Так, про запись. Запись будет, она ведется. Как только она на сервисе сконвертируется, мы ее отправим вам на электронную почту, по которой вы регистрировались. Специально ничего делать не нужно. Никому сигналить, просить что-то делать не требуется. Так, друзья, мне кажется, мы можем начать. Организационные моменты примерно прошли. И я хотел бы представить вам первого спикера, который будет сегодня у нас. Это Роман Куар Диэс, совладелец Q-LIN и агентство Q-Marketing и школы Q-Academy. Роман очень активно делится знаниями, которые он очень активно получает из рабочей действительности. Да, Роман, привет тебе большой. Привет всем. Как меня слышно? Все окей? Раз, 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 друзья. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, супер, супер. Все круто. Михаил Аскалибрович, сколько у меня времени будет? 30 минут, 40 минут? У нас будет 40 минут, в этих 40 минутах лежат немножко вопросов, поэтому ориентируйся на 30, а 40 – это суммарно. Оставляю тебя тогда, друзья, прошу. Окей. Смотри, так, я что-то забыл, как здесь включать презентацию. Так, одну секундочку. А, вот, вижу. Супер. Вы, наверное, видите презентацию сейчас перед глазами. Да, у меня сегодня интересная тема, как выстроить отдел маркетинга. Да, заработало, все супер, отлично. Меня зовут Рома, да, я основатель Q-маркетинга, это агентство, которое помогает разным компаниям в России, Штатах, Западной Европе, Индии, Корее. Вот, также у меня есть моя образовалка Q-маркетинг Академия, вот, которая, где мы учим предпринимателей диджитал-маркетингу и маркетологов, и директоров по маркетингу. Сейчас привлекли раун для того, чтобы запускаться не только в России, но и в Юго-Восточной Азии и в Индии. Сегодня буду рассказывать про то, из чего ставить отдел маркетинга, вот, и очень важно, очень важно, я всегда говорю про это на самом деле. Самое первое, на чем строится маркетинг, шаг ноль, который нужно всегда, какую функцию нужно всегда иметь в компании, это функция Customer Development, или это функция, которая позволяет, которая позволяет в каждый момент времени понимать, чего хочет ваш клиент. Вот, и сейчас особенно, сейчас особенно, когда мы говорим про то, что вокруг людей случаются разные события совершенно, они так или иначе влияют на процесс принятия человеком решений, в том числе о продукте. И поэтому важно, чтобы вы постоянно внедрили у себя процесс, при котором вы собираете информацию о жизни клиента, о том, какие у него есть страхи и барьеры, о том, что является потребностью, которую закрывает ваш продукт и так далее. И в помощь вам для этого есть такая методология, которая называется Jobs to be done, в сердце которой утверждение о том, что люди нанимают продукт для того, чтобы выполнять какую-то свою работу конкретную. И вот этот вот job, он состоит из глагола действия плюс объекта плюс контекста, в котором, собственно, это действие происходит. И для того, чтобы правильно сделать продающие креативы, посадочные страницы, важно перед этим понять, чего же хочет клиент, потому что сейчас все креативы и все посадочные страницы, которые вы делаете, и они должны быть основаны на клиентских потребностях. Поэтому для каждого сегмента клиентов нужно выбрать 7-9 респондентов, посмотреть, что они вам отвечают по определенному списку вопросов, вам их скинут организаторы после нашего вебинара. У меня есть специальный списочек вопросов, не у меня есть, а на самом деле это широко распространенное явление, которое, собственно, позволяет, адаптировав его под ваш бизнес, нужно быстро понять, что же на самом деле хочет клиент. И это реально шаг ноль перед тем, как начать тратить деньги в рекламных кабинетах. Приведу вам пример перед тем, как выходить на американский рынок с нашей обучалкой. Мы провели большой достаточно пул исследований, и это помогло нам очень сильно сэкономить денег. Во-первых, мы поняли, что наша обучалка не подходит для тех трех сегментов, которые есть у нас в России сейчас, и мы сузили поэтому наш продукт до одного сегмента. Соответственно, это уберегло нас от того, чтобы потратить в три раза больше денег, показывая продукт, не тому. Второе. Мы начали проводить решенческие интервью, показывая респондентам нашу посадочную страницу, что позволило нам перейти от ответов респондента, типа, я понятия не имею, кто вы такие, какие-то скамеры из Китая с реповатым дизайном посадочной страницы, с непонятным английским языком, до момента, когда они говорят «Share up and take my money». И мы собрали несколько предоплат перед тем, как потратить хотя бы один доллар в рекламном кабинете. Поэтому, друзья, очень важно сначала определиться, чего хочет ваш клиент, и основываясь над этим, от этого отстраивать, собственно, посадочные страницы, баннеры и так далее. Вот перед вами список, собственно, задач, которые ставятся перед подобного рода глубинными интервью. Первое. Это основная задача. Какую функциональную задачу хочет полностью решить клиент. Вот. Это, собственно, основной вопрос. Второе. Контекст. Какие обстоятельства толкают пользователя начать искать решение своей проблемы, да, например, его повысили на работе, поэтому ему нужно научиться маркетингу, да, или там куча-куча разных других контекстов. Страхи. Это очень важно, да, потому что впоследствии мы эти страхи будем обрабатывать в креативах, в посадочной странице и в скриптах наших продажников. Альтернативные варианты решения. Какие прямые смежные конкуренты есть у человека, у вашего клиента потенциально могут возникнуть. Микроджобы. Из каких микроработ состоит путь пользователя к продукту и внутри продукта? Потому что обычно для того, чтобы выполнить свою задачу, у него может быть много-много микроработ. А бигджобы. Какую большую долгосрочную функциональную, социальную и эмоциональную задачу решает пользователь? Это тоже важно, потому что зачастую эмоциональное принятие решений гораздо важно для клиента, чем функционально в некоторых B2C бизнесах, например. Что же, собственно, такое CastDev? Как его проводить внутри? У нас CastDev проводится постоянно. Мы делаем это для клиентов Q-маркетинг, мы делаем это постоянно для себя. Сейчас я покажу вам примеры тех ответов, которые нам дает клиент, это также примеры баннеров, которые мы делаем, основываясь, собственно, на клиентском опыте. Значит, первое, что важно помнить, когда вы проводите клиентские исследования, что этот диалог с клиентом, он напоминает, скорее, разговор двух друзей. У него нет какого-то жесткого ограничивающего списка вопросов. Вы слушаете, клиент разговаривает. Очень важно при этом не прерывать клиента, не быть таким интервьюером, который идет по списку вопросов от одного к другому. И важно понять, что стоит за позицией клиента. То есть важно понять его искренние мотивы. Почему у него действительно есть такая проблема, действительно ли эта проблема серьезная, и как он решает эту проблему. Собственно, примеры джобов. Если брать, например, в качестве примера сервис по заказу уборки. Хочу тратить время на другие вещи. Это там реально то, что люди отвечали, когда мы делали каждое интервью еще во времена Клин. Первая функциональная задача, которую решает человек, который заказывает уборку, хочу тратить время на другие вещи. То есть это функционально. Понятно, что уборка на самом деле – это избавление от большого количества времени, которое ты тратишь на рутину. Вторая эмоциональная джоба, которую мы вычленили в ходе этих интервью, меня тошнит от уборки. То есть люди ненавидят убираться настолько, что готовы платить деньги для того, чтобы их от этого избавили. Соответственно, прямо вот эти конкретные слова вы можете располагать у себя на сайте и в баннерах. Типа «тошнит от уборки?» «Заказывай Клин». И третий социальный компонент, который для нас был открытием. Некоторые люди заказывали уборку, потому что думали, что меня будут уважать, знают, что я заказываю Клин. И такие социальные компоненты есть во многих, на самом деле, продуктах и влияют на принятие решения клиентам. Собственно, например, когда сильнейшим триггером для распространения сигарет «Парламент» в Нью-Йорке было то, что водители такси покупали пачки сигарет «Филипп Моррис» «Парламент» для того, чтобы казаться круче. Плюс у многих люксовых брендов, они тоже ориентируются на то, что люди покупают их для того, чтобы поднять социальный статус. Да, это действительно достаточно странно и забавно, но это то, что отвечают респонденты. Когда мы постоянно задаем вопрос нашим студентам о том, зачем же они все-таки купили курс, какие у них функциональные задачи есть, которые они решают. Это, собственно, получить знания и hard skills по digital маркетингу для того, чтобы зарабатывать деньги. Есть эмоциональная джоба. Люди неуверенные, потому что, типа, куча рекламных инструментов вокруг появляются. Они хотят получить уверенность в своих действиях, особенно это касается, там, просто джуниор-маркетологов, которые знают, там, несколько продуктов. И что интересно, вот эмоциональная джоба, она зачастую может быть важнее, чем функциональная джоба. То есть, типа, курс дает людям уверенность. И социальная джоба выглядит в глазах окружающих людей модным и современным спецом, так как digital маркетинг – это, типа, современная тема. Это вот социальная джоб. Собственно, после того, как вы по этому списку вопросов интервьюируете ваших клиентов, вы заносите все ответы их в экселерский файлик у себя. Очень важно при этом, очень важно при этом, учитывая то, что диалог идет, это не фокус-группа, да, это диалог идет один на один в Zoom, после этого транскрибировать диалог в текст, потому что тексты гораздо проще, тексты гораздо проще потом параметризовать. Собственно, для этого вы используете либо сервис личных помощников, либо можно на YouTube размещать информацию о том, что… А то нужно размещать заказ, типа, превратите вот этот вот текст в… Простите это видео в текст. Зачем? Потому что потом из текста вы сможете очень грамотно это все, все эти ответы клиентов расположить в экселерском файлике для того, чтобы искать пересечения. Так вот эти вот пересечения в ответе клиентов – это и есть сырье для ваших гипотез последующих, которые вы будете тестировать в баннерах, в сайтах и так далее. Поэтому я вам сейчас об этом расскажу очень подробно. И на всякий случай, друзья, я дал вам список, чего можно почитать про глубинные интервью. Во-первых, там настольная книжка любого маркетолога – это Роб Фицпатрик. Сначала спросите маму. Он там прям очень подробно рассказывает про схему проведения глубинных интервью с клиентом, что можно делать, а что нельзя. Есть книга классная Синди Альвареса «Как создать продукт, который купят». И есть большое количество статей на Весеру, где вы сможете посмотреть там 50 вопросов для интервью, что такое Jobs to be done, того, что на самом деле тема обширная. Я просто не успею вам ее подробно рассказать. Я хочу до вас донести лишь одну очень простую мысль, что сейчас, прежде чем сжечь деньги в рекламных кабинетах, особенно в периоды пандемии, особенно в период того, что у людей разные совершенно события внешние наступают в жизни, которые так или иначе влияют на принятие решений. Очень и очень важно сделать так, чтобы… Очень-очень важно сделать так, чтобы в каждый момент времени понимать, чего же на самом деле хочет клиент и как вы будете ему это доносить. Собственно, что мы интересного увидели за последний год, анализируя привлечение в, собственно, Академию и к нашим клиентам, клиентам Q-маркетинга. Во-первых, мы увидели очень интересную вещь. Ну, все, наверное, знают, что в социальных сетях видеокреативы работают лучше статики, причем нам это говорит прямо Facebook. Вот, мы являемся маркетинговым партнером Facebook, у нас поэтому канал напрямую с ними, он говорит нам, что видеоформаты работают лучше, чем статика. Да, и Facebook специально форцает видеоформаты, потому что он как-то доказал, что для человека, который взаимодействует с видео, он больше времени проводит в социальных сетях. Но что мы обнаружили? Интересно. Что если мы делаем креатива на основании Jobs to be done пользователей и рассказываем про потребность пользователя в первых трех секундах нашего видео, то в этом случае у тебя растет досматриваемость видео и растет CTR, то есть процент кликабельности, причем он растет очень сильно, в 2-2,5 раза. Если ты сделал видео, в котором ты говоришь, в первые три секунды указываешь очень четко потребность клиента или делаешь триггер, который указывает на потребность клиента, то у тебя растет не только кликабельность этого видео, но у тебя потом и дальше по воронке лучшие результаты. Что это очень интересно, потому что, ну как бы, казалось бы, как креатив может влиять еще и на результаты по воронке дальше. Но, судя по всему, это происходит из-за того, что человек на сайт приходит уже подготовленный, понимая, что вы своим продуктом, услугой можете решить его потребность. Вот это было для нас прям очень интересным и классным открытием, потому что впоследствии мы все, наши видеокреативы, если вы зайдете там, например, в Facebook Ads Library и посмотрите те креативы, которые там Keymark Academy сейчас используют, практически во всех креативах в первые три секунды всегда потребность аудитории. И это прям реально очень крутой лайфхак, который нам позволил достаточно быстро вырасти, ну и сэкономить кучу денег, потому что мы много гипотез тестировали с креативом. И я решил собрать все такое в небольшой чек-лист, вот все знания, которые мы сэксаккумулировали по поводу креативов, вот чтобы он у вас был перед глазами, и вы каждый раз, когда запускали рекламную кампанию, ну или ваш маркетолог, чтобы вы четко понимали, как нужно сделать классный креатив, который будет хорошо перформить. Первое. Значит, важно делать креативы на основании Jobs to be done, чтобы они прям четко были на основании потребностей людей. Для этого нужно постоянно собирать с них эту потребность. Второе. Креатив должен быть ярким. Это прям обязательно. То есть потому что есть такое понятие, как баннерная слепота. Вот человек... Баннерная слепота. Человек в... Человек, когда находится в социальной сети, он находится в своего рода в скроллинг-коме, когда просто грустно просматривают ленту Facebook, и там одни картинки, то есть там одни фотографии, и там один текст. Вот. Соответственно, что... Как нам с этим работать? Нужно делать яркий элемент. И это, на самом деле, это старок как мир. Это не наша придумка. Да, есть классическая там айда-модель, attention, idea, decision, action. Да. Вот вам важно сначала привлечь внимание человека, то есть выбить его из вот этой вот баннерной слепоты. Затем, чтобы человек увидел, что вы в первые три секунды решаете его потребность, и, собственно, сконвертировался, пришел к вам на сайт. Видите, здесь нет никакой там магии. Вот. Это все суперлогично. И мне этим, на самом деле, и нравится. Вот фреймворк Jobs to be done, и там современный маркетинг, основанный на данных, тем, что тут все очень логично. Вы узнали потребность, вы сделали яркий креатив, который на этой потребности основан. Дальше, собственно, начали тестировать гипотезу. Вот. Джоб пропил первые три секунды. Да, я про это уже рассказал. Важно правильно тестировать гипотезу. Я про это тоже сегодня немножко расскажу, потому что многие неправильно тестируют гипотезы в Фейсбуке, из-за этого принимают неправильные маркетинговые коммуникационные решения. Очень важно сделать такой документ, как коммуникационная карта. Это такой экселевский файлик, в который вы слева пишете ваши сегменты, вашей целевой аудитории. Дальше вы пишете в следующий столбец более целевой аудитории, в следующий столбец вы пишете, как вы эти боли будете в ваших креативах отрабатывать. И дальше вы ставите данные о том, как тот или иной креатив в связке с аудиторией отработал. И важно, чтобы в этой коммуникационной карте был доступ у дизайнеров и копирайтеров. И важно сетапить встречу еженедельную, на которой вы будете вместе с дизайнером и копирайтером постоянно это обсуждать. То есть нужно сделать так, чтобы у дизайнеров и копирайтеров формировалась перформанс мышления. В этом случае они начинают сами штормить на тему того, как правильно, каким правильно видом дизайна или видом копирайтера привлечь ту или иную аудиторию. То есть очень важно не делать из дизайнеров роботов, а чтобы они участвовали в процессе привлечения клиентов. И когда дизайнер и копирайтер видят, что конкретно вот этот баннер принес бизнесу конкретно столько-то денег, в этом случае он начинает думать, как это все улучшить. Что работает хорошо из видео, если мы попробуем категоризировать это на какие-то вещи, на какие-то там виды креативов. Первое, хорошо работает unpacking, если мы говорим про товарный бизнес, когда просто человек проспаковывает товар счастливый и рассказывает, собственно, как он решил проблему. Опять-таки помните про правила трех секунд. Production, когда вы показываете, что происходит под капотом вашего бизнеса, это может быть производство какое-нибудь и так далее. И вы удивитесь, что очень круто работает анимация из слов. То есть вы можете просто очень без помощи дизайнеров сделать видео и stories в Инстаграме просто из анимации слов. Если там будет указан jobs to be done пользовательский, то в этом случае это будет очень хорошо конвертить. У нас, если опять-таки зайдете в Facebook Ads Library и вы видите Q-Marketing Academy, там два типа креатива всегда. Это там мой питч на каком-нибудь фоне кислотном. И плюс эти вот анимации из слов. Почему? Потому что это работает. И на больших объемах, там больше 5 миллионов, 10 миллионов бюджетов в месяц, они тоже работают. То есть это очень круто. Это креативы, которые сохраняют свою работоспособность даже на больших объемах. Очень круто работают просто питч-фаундеры, когда вы записываете себя, неважно, можно не на студии, можно вообще на фронтальную камеру, и отзывы клиентов. Очень важно сейчас засетапить процесс, при котором вы постоянно собираете отзывы ваших клиентов и транслируете их в качестве, там, PR-статей и записываете с ними видео, потому что это очень круто работает на ретаргетинговой кампании и на прямой, в принципе, трафик. И работает это как в B2B, так и в B2C. Вот, поэтому это очень круто, это очень круто работает. И можно использовать разные конструкторы, типа Crello, Banner, Snack и Supa, которые позволяют, собственно, сэкономить на дизайне. Значит, это та функция, которую... Мы разобрали, что есть несколько функций. Первая – это функция анализа аудитории и сбора потребностей, которая обязательно должна быть в интернет-маркетинге. Вторая – это функция создания креативов, которая должна обязательно присутствовать в интернет-маркетинге, вне зависимости от того, в какой площадке вы ведете рекламные кампании. Что у нас дальше по плану? Дальше у нас несколько примеров креативов, которые яркие, которые основаны на как раз-таки джобах пользователей. Видите, альфа-поток – это сервис кредитования малого и среднего бизнеса. Очень четко есть яркий элемент, есть очень четкое обозначение джоба пользовательских. 5 миллионов за 15 минут без бумаг и залога онлайн. Не будем на этом подробно останавливаться. Просто понимаете, что здесь, в принципе, даже сайт не нужен, потому что понятно, что и так происходит. И очень четко бьет в боль предпринимателей, которым никто не дает кредит. И нужно кипы документов нести в банк. Вот пример того, как можно делать тоже яркие креативы, основываясь на джобах пользователей, при этом как бы еще и соответствуя брендбуку. Едем дальше, так как не очень много времени у нас. Собственно, окей, мы разобрались с креативами, как их правильно делать, потому что креативы занимают… Потому что креативы очень сильно влияют на стоимость привлечения. От CTR у вас зависит то, насколько эффективно вы будете привлекать ваши каналы, ваши клиенты. Дальше у нас есть посадочная страница. И учитывая то, ну, я по опыту могу сказать, мы сделали очень много аудитов за последнее время. Это более 400, наверное, за последние 4 года. И мы видим, что никто практически не уделяет адекватного внимания сайту. Люди почему-то меняют маркетологов, почему-то пытаются экспериментировать с новыми каналами, хотят узнать о трендах интернет-маркетинга и прочая чушь. В то время как, на самом деле, тренд интернет-маркетинга такой, нужно правильно и последовательно понимать, что хочет клиент, и грамотно тестировать гипотезы. Собственно, структура посадочной страницы. Есть некое позиционирование, и оффер, он всегда на первой полосе. При этом можно, например, первый экран, он зачастую самый важный, потому что там наблюдается, как правило, наибольший процент отвала. Очень важно на первом экране тоже говорить не про продукт, или не только про продукт, но про потребность клиента. То есть про продукт в формате того, как он решает клиентскую потребность. На первом экране обязательно должна быть форма заявки и call to action. Иногда можно еще списком обозначить основные преимущества. Основное торговое предложение товара, последовательно для того, чтобы можно было понять вообще про что вы и как вы решите проблему клиента. Дальше очень важно понимать контекст использования продукта. То есть как этот продукт человек, как этим продуктом человек будет пользоваться, особенно если мы говорим про интернет-бизнес, если это не совсем очевидно. Почему? Потому что клиент должен увидеть себя в пользователе данного продукта. Вот контекст использования продукта, поэтому очень и очень важен, как это работает и так далее. Дальше. Есть такая важная вещь, как social proof или социальное подтверждение. Это подтверждение некой третьей стороны о том, что все, что вы говорите у себя на сайте, это правда. Этот social proof, он может выражаться в следующем. Он может выражаться в отзывах клиентов. Он может выражаться в статьях про вас, которые вы пишете. Поэтому функция пиара тоже очень важна в бизнесе. Важно писать статьи, дистрибутировать их в СМИ, потому что это дает вес всему, что вы говорите. Статьи про вас. Исследования, которые подтверждают то, что вы говорите. Большие цифры про вас. Сколько у вас клиентов. Процент удовлетворенности ваших клиентов. Сколько у вас совокупно часов опыта у команды. И так далее. Придумайте большие цифры. Они будут, помимо того, что работать якорем, они еще и будут дополнительно давать доверие клиентам. Потому что это доверие третьей стороны. Jobs to be done. Обязательно размещайте потребности пользователей на сайте. Причем можно это делать даже в формате проблем, с которым сталкиваются пользователи. Перечислите проблемы, спросите, узнали в них себя. Тогда мы сделаем продукт специально для вас. Очень важно сделать несколько форм call to action на сайте. То есть их должно быть минимум три, потому что в каждый момент времени человек, который захочет сконвертироваться, он должен уметь это сделать. Потому что в противном случае он может начать скролить сайт дальше, увидеть там какую-то неточность, задуматься об этом. Кстати, подробнее про это можно почитать в книге Даниэля Каннамо. Думай медленно, решай быстро о том, как работают разные системы в голове у пользователя, когда он осуществляет выбор в условиях неопределенности. Поэтому важно, чтобы человек в любой момент времени мог оформить заявку на продукт. Социальное подтверждение. Отзывы, кстати, тоже должны быть спроектированы с точки зрения Jobs to be done. Почему? Потому что клиент должен увидеть в этих отзывах себя. Он должен мысленно сказать себе, да, круто, у него, кажется, у этого чувака такая же проблема, как у меня. И не забывайте про FOMA. Fear of missing out, синдром опущенной выгоды. Это, собственно, синдром опущенной выгоды, это когда вы искусственно ограничиваете товар, ограничиваете срок действия акции. Это сильнейший мотиватор для конверсии. Причем не только в B2C, но и в B2B. Есть там смешная пословица, ну, ничего не пословица, а такое поверье у маркетологов. Если хочешь увеличить конверсию, просто ограничь срок действия акции, поставь себе таймер обратного отчета или скажи, что у тебя осталось там совсем немного места, товара и так далее. Эти штуки работают, они все работают, потому что они апеллируют к человеческому мозгу не на уровне осмысления, а на эмоциональном уровне. Вот поэтому такая готовая структура посадочной страницы, можете ее забирать, она там часто очень работает практически во всех бизнесах, вот, можно пользоваться. Дальше, друзья, важно понимать, что несмотря на то, что у вас может быть суперзвездный дизайнер или у вас какое-то офигенное видение относительно того, каким должен выглядеть ваш сайт или ваша посадочная страница, важно помнить про то, что 30% нужно уделять времени на дизайн и 70% на тестирование. Поэтому всегда делайте большое количество АБТ-тестов и формулируйте большое количество гипотез. У нас сейчас сайт полностью не похож на то, что было год назад. И еще есть около 60 гипотез, которые мы последовательно тестируем относительно блоков сайта, относительно копирайта на сайте и так далее. Важно постоянно понимать, сколько людей у вас отваливается на каждом из шагов сайта и делать нужное количество АБТ-тестов для того, чтобы понимать все-таки, а можно ли сделать еще лучше. И это тоже функция, которая должна быть в интернет-маркетинге постоянно. Вот у нас отдельный человек занимается тем, что постоянно проводит АБТ-тесты, и это позволило нам за год увеличить конверсию на сайте в 3,5 раза. Иногда это можно делать и сильно быстрее. Например, у нас были кейсы в агентстве, когда мы вот просто за 1 человека месяц увеличивали конверсию в 5 раз на сайте. Все очень сильно зависит от запущенности вашего сайта. И это важно делать, потому что, ну, представляете, если вы за месяц можете увеличить конверсию сайта, ну, хотя бы в полтора раза, это значит, что вы в полтора раза можете эффективнее тратить деньги на маркетинг. Вот. Поэтому важно делать, и для этого есть много очень классных сервисов сейчас. Google Optimize или Optimizer, которые позволяют очень быстро, без разработки, проводить эти АБТ-тесты. Также важно возвращать людей, если они отваливаются у вас с сайта. И для этого есть такое понимание, есть такое понятие, как триггерная стратегия. Вы знаете о человеке на каждом из промежутков, на каждом из этапов его воронки определенное количество информации, да, например, телефон его или там куки. И можете настраивать правильную ретаргетинговую кампанию в зависимости от того, с какого шага сайта он отвалился. Или же пушить его смс-ками, браузерными уведомлениями, телефонными звонками и так далее. Звонки по-прежнему работают очень хорошо. И, опять-таки, правильная установка триггерной стратегии очень важная вещь, потому что может увеличить конверсию где-то, ну, по опыту, в полтора раза, в два раза. Вот, это очень круто. То есть в совокупности вот правильная работа с постоянным тестированием сайта и правильная работа с триггерной стратегией может сильно вам очень увеличить конверсию. Что еще? Ну, наверное, вы понимаете сами прекрасно, что важно настраивать сквозную аналитику, потому что данные о пользователе лежат в разных совершенно системах. Я здесь не буду углубляться прям сильно в детали, потому что это можно еще на час рассказывать, для того, как правильно это делать. Но что критически важно сделать? Важно сделать хранилище данных внутри. Важно настроить передачу всех систем, где есть данные о ваших клиентах, по сквозному идентификатору, для того, чтобы они хранились в этом хранилище и передавались в атомарном виде, в виде одной строчки кода. И дальше присоединить к этому либо Microsoft Power BI, либо там Перископ, либо, да, в самом деле многое из разных визуализаторов, либо там Google Data Studio, вот для того, чтобы у вас было понимание того, было понимание полной воронки пользователя. С момента, как он пришел к вам на сайт в первый раз, до момента того, как ему физически доставили ваш товар. Из-за того, что у вас данные хранятся пользователи в разных совершенно сущностях, да, в CRM-ке, на сайте, там, в мобильном приложении, в, там, не знаю, где-то еще, в каких-то самописных штуках. Да, важно, чтобы данные складывались, и из этого вы могли бы делать грамотные отчеты, чтобы вы понимали, сколько вам тот или иной канал приносит квалифицированных лидов и так далее. Как, собственно, осуществляется таргетинг в любой социальной сети? Неважно, Facebook, Instagram, Google Display Network, рекламная сеть Яндекса и так далее. Важно нарезать аудиторию на сегменты. Можно нарезать их на сегменты как раз-таки в зависимости от джабов. Под каждую из этих сегментов, под каждую потребность пользователя вы делаете 3-6 разных креативов. Это важно. Это важно, потому что очень часто, там, исходя из того, что мы видим, люди тестируют один креатив, и очень долго его делают, и потом удивляются, почему он не работает. Вот, собственно, поэтому, друзья, нужно тестировать много креативов. Количество здесь важнее качества. Быстро принимать решение, какое работает, какое нет. Обычно для этого в статистике достаточно 10 тысяч показов. На 10 тысячах показов вы сравниваете креативы со средними значениями. Я еще попрошу организаторов скинуть вам табличку со средними значениями креативов по индустриям, чтобы вы могли сравнивать креативы со средними значениями. И на основании этого делаете вывод о том, работает креатив или нет. Дальше, по отработавшим креативам, вы смотрите, насколько эти, насколько, насколько, по какому ценнику приводят вам заказы, связки, источник, аудитория, креатив. Весь перформанс-маркетинг, по факту, это процесс вот постоянного тестирования связок. Источник, аудитория, креатив. Источник, аудитория, креатив. Вы ищете работающие связки, в связках работающих. Увеличиваете бюджет и дорисовываете новые креативы в этой же стилистике. В неработающих связках вы, собственно, их отключаете. Или же вы можете подумать, а почему у меня не сработала эта связка? Потому что я сделал плохой креатив, потому что я не ту аудиторию таргетировал, или потому что я неправильно идентифицировал проблему клиента в ходе исследований. Поэтому, видите, весь маркетинг сейчас, он декомпозируется на отдельные блоки. И это очень круто. Потому что это значит, что для вас вы можете формировать команду маркетинга, понимая, из каких функций он состоит. Функция исследования, функция создания креатива и копирайта, функция создания сайта, функция тестирования сайта, функция, собственно, закупки трафика и тестирования гипотез правильного. По факту мы видим, что очень часто люди создают пересекающиеся аудитории. Вот это неправильно, потому что в этом случае вы не можете делать правильные выводы. И люди делают один креатив вместо того, чтобы сделать их много, посмотреть, какое работает лучше, и уже потом инвестировать реально большие деньги в, собственно, создание креативов. Для B2B немножко другая история. Вот если мы говорим про B2B с долгим циклом принятия решения, там обычно есть два сильных отличия от B2C. Первое – это то, что в B2B сложно найти целевую аудиторию, но для этого есть очень классный лайфхак. Если вы B2B-компания, то вы можете зарегистрировать корпоративный аккаунт на HeadHunter или на любой другой доске объявлений. В этом случае у вас будет следующая прикольная возможность. Вы можете взять резюмешку тех людей, которые являются вашей целевой аудиторией, скачать их номера телефонов и мейлы, отдать это на обзвон вашим селзам и параллельно загрузить их в рекламные кабинеты и взять похожую от них аудиторию для того, чтобы таргетировать на них нужное рекламное сообщение. Мы, например, так продвигали свое агентство, когда у нас не хватало лидов. У нас есть база резюме от директоров по маркетингу и диджитал-хедов. Мы периодически на нее гоним трафик. И, собственно, это решило нам вообще вопрос с B2B-маркетингом раз и навсегда. Что является креативами в B2B-маркетинге? Креативами в B2B-маркетинге являются, собственно, статьи про продукт, поэтому важна функция пиара людей, которые будут дистрибутировать ваш контент в СМИ. Причем типа контента может быть статья про продукт, про личную историю, например, основателя, и нужно делать очень-очень много кейсов, различных кейсов ваших клиентов. Опять-таки повторюсь, я говорил в самом начале, важно наладить функцию сбора отзывов от клиентов и трансформации их впоследствии в статью или же в креатив, или же в видео с отзывами клиентов. Все это вы, собственно, таргетируете на нужную вам целевую аудиторию, и дальше там в интерфейсе любой сейчас площадки есть возможность собрать аудиторию тех, кто кликал на предыдущее объявление, на предыдущую статью, например, и видео. И, собственно, эту аудиторию уже конкретно прогретую, таргетировать конкретными объявлениями. У нас не так много времени, к сожалению, осталось, поэтому сокращаю информацию, хочется очень много вам всего рассказать. Вот помните еще, что в B2B-маркетинге, за счет того, что цикл принятия решения очень долгий, важно не забывать про ретаргетинг, вот важно прогревать людей на каждом этапе воронки, даже вот тех людей, которые ушли думать, вы выгружаете из CRM-ки свои людей, которые, например, ушли думать и недолго не выходят на связь, их тоже важно греть статьями и так далее. Самое ключевое, что есть в B2B-маркетинге, это задача, точнее, ключевая, это сделать так, чтобы человек, которому вы показываете рекламу, подумал, что все на рынке уже пользуются вашим решением, он один отстал и еще этим решением не пользуется, особенно его конкурент. Поэтому для этого важно много статей, ему показывают на разных отраслевых источках много отзывов клиентов, и в какой-то момент он говорит, все, share up and take my money. Вот мы делали такое тысячу раз, и в Штатах рекламируя SaaS-сервис для малого и среднего бизнеса, и когда рекламировали большой консалтинг здесь, и, собственно, когда искали себе клиентов Q-маркетинг. Поэтому эта штука работает. Что еще хочется? Да, ну и, собственно, когда у вас есть четкое понимание того, из чего, собственно, состоит весь маркетинг, вы можете спокойно прогнозировать, сколько будет стоить стоимость привлечения. Вот у вас есть определенный бюджет, 100 тысяч рублей, который вы решили потратить, стартуя ваш маркетинг. Вы понимаете, вы можете легко найти в аудиторию, которая подходит по вашим критериям, пусть стоимость за тысячу показов этой аудитории в рекламном кабинете будет там 500 рублей. Соответственно, за 100 тысяч рублей вы купите 200 тысяч показов. Дальше у вас есть средние уровни CTR, кликабельности баннеров по разным индустриям. Вы прикинули, ну пусть у вас там будет 1%, хотя 1% это много, пусть там будет 0,7%. До этого вы получите там 2000 кликов. Потом у вас есть какие-то исторические данные по конверсии в лид на вашей страничке. Пусть там будет 3% в лид. Потом у вас есть какая-то конверсия из лида в продажу, да, в зависимости от там крутости вашего отдела продаж. Пусть она условно будет 20%. Вот, и вы понимаете, на самом деле, на этой воронке, сколько вам будет стоить уже сразу, уже сначала, еще не запуская рекламную кампанию, сколько вам будет стоить привлечение одного клиента. Допустим, это 8334 рубля. Ну, у вас по юнит-экономике вы можете тратить, допустим, только 3000 рублей на привлечение одного клиента. И здесь вы начинаете думать. Вы начинаете думать на последнем участке воронки, можно ли каким-то образом увеличить конверсию из лидов в продажу. Ну, можно попробовать заапгрейдить как-то скрипт продавцом, да, или, может быть, какой-нибудь конкурс устроить среди них, вот, а тогда нужно будет прибавить бюджетный конкурс к изначальному бюджету. Дальше. Можно ли увеличить конверсию с посадочной страницы в лид? Ну, наверное, можно, да, если правильно сделать нужное количество АБ-тестов, да, если попробовать там подсократить лендинг или, наоборот, удлинить его. Может быть, там у нас нам надо поиграть со скоростью загрузки, да, он слишком долго загружается, у нас большое количество мобильного трафика и так далее. Можно ли как-то хакнуть CTR? Но если он у нас в прогнозе 1%, то, скорее всего, вряд ли. А поэтому мы понимаем, что, например, этот показатель мы трогать не можем. И вот так вот последовательно вы понимаете, что вам нужно доделать, до того, как включать, собственно, трафик. И в момент, когда вы запустили рекламную кампанию, вы быстро понимаете, вы быстро понимаете, где у вас просадка и понимаете, может ли вы на нее каким-то образом влиять или нет. Например, на CPM влиять очень сложно, потому что вы можете расширить аудиторию, но, скорее всего, у вас тогда посыпятся данные по другой воронке. Поэтому эта штука, она условно там как постоянная, да. CTR тоже вы не можете прыгнуть выше головы, вы не можете сделать CTR 2%. Ну, есть такие умельцы, но это очень редко, и это невозможно на больших объемах. Ну и так далее. Вот таким образом весь там маркетинг его можно декомпозировать очень понятно и подробно по вот этим вот показателям. Вот, друзья, сори, что я так, может быть, немножко задержался. Да, хотел вам еще в подарок дать 4 бесплатных урока в Q-Academy, и давайте сейчас поотвечаю на вопрос. Если по этой ссылочке зайдете, у вас будет 4 урока бесплатно. Вот, это в качестве такого презента небольшого. Там разные уроки. Так, переходите. Я видел вопрос, который нужно прям сразу озвучить, и я записал себе. Насколько креативы при тестировании должны друг от друга отличаться, и как? Слушайте, на самом деле они должны отличаться друг от друга, желательно максимально отличаться. Они могут форматом креативов, то есть это может быть там, это может быть карусель, это может быть сториз, это может быть статичный баннер. Они могут отличаться рисовкой друг от друга. Это может быть фотография человека, это может быть какая-то иллюстрация. Вот, то есть чем больше, чем сильнее они будут отличаться друг от друга, тем быстрее вы поймете, на какой по-настоящему креатив лучше всего реагирует аудитория. Вот, поэтому максимально. То есть чем сильнее отличаются, тем лучше. Да, да, да. Уже потом, уже потом вы будете сужаться, вы будете понимать, так, окей, моя аудитория лучше реагирует там на фотографии, допустим, значит, я сделаю больше фотографий разных и посмотрю уже внутри этой фотографии, на что они реагируют лучше всего, на какие посылы, на какое изображение. Друзья, если у вас есть еще вопрос, у нас есть три минутки, поэтому бросьте его в чат, мы зачитаем. У меня вот такой вопрос. Иногда, слушая, как ты рассказываешь про массивы данных и про сравнение, складывается ощущение, что это для крупных, для больших компаний. Правда? Или маленьким игрокам тоже это все полезно? Не-не, наоборот, это полезно маленьким игрокам, в первую очередь малому и среднему бизнесу, потому что именно малый и средний бизнес зачастую не понимают, как правильно тестировать гипотезы. И там предприниматель, для которого 100 тысяч рублей выделить там на рекламу в Facebook вместе, это очень большая сумма, он начинает неправильно запускать рекламную кампанию, теряет эти 100 тысяч рублей, для него это трагедия, а зарабатывают на этом как бы Google и Facebook. Вот. И поэтому как бы это в том числе стало триггером для того, чтобы открыть программу обучения, чтобы все люди понимали, как нужно правильно таргетироваться и не сливать бюджет. Вот. Есть хороший вопрос, как проводится АБ-тест вкратце. Смотрите, есть сервисы Google Optimize или Optimize. Вы делаете следующее. Вот у вас есть две странички, да. Это может быть либо две старта на начальных страницах посадочных, либо там две страницы какого-то шага в воронке. Вы показываете одной и той же группе пользователей вариант А и вариант Б. Вот. Соответственно, смотрите, на какой вариант люди кликают лучше и оставляете этот вариант. По факту это постоянный перебор вариантов. Вы заранее в Excel-файле пишите себе разные гипотезы относительно того, как можно улучшить свой сайт. Например, поменять шапку сайта или там поменять копирайт или там, не знаю, изменить форму и там размер кнопки и так далее. Все эти гипотезы у вас складываются в один файл, и вы последовательно эти гипотезы тестируете. Вот. По факту АБ-тест это показать вариант А, вариант Б человеку и понять, на какой вариант он кликнет. На всякий случай, если у вас сайт сделан на один из Битрикса, там внутри есть встроенный механизм АБ-тестирования. Если нет, то внешний сервис, про который сейчас Равен говорит. Вообще супер. Так, где взять файл по конверсиям, по сферам? Мы его отправим, да, правильно ли я? Да, я на тебя отправлю его, вот, и ты перешла. А мы тогда уже в рассылку общую сделаем. Ага. Так. Ну и еще одно уточнение, по минимальному бюджету или минимальному количеству для АБ-теста, сколько должно трафика прийти, чтобы это было валидно. Слушайте, на самом деле идеально, если это больше тысячи человек, вот, но иногда, например, в B2B мы понимаем, что трафик сильно дороже. А вообще, друзья, на самом деле, забудьте про тысячу человек, есть очень классный сайт, который называется калькулятор АБ-теста, вот, там вы можете понять, сколько вам нужно трафика для того, чтобы отвалидировать ту или иную гипотезу. То есть прям забейте в гугле калькулятор АБ-тестирования, вот, и у вас прям выйдет, вы сможете его использовать для АБ-тестов. Какой минимальный бюджет, возможно, на компанию тест, если мы говорим про именно запуск рекламной компании? Ну, смотрите, представим, что у вас, допустим, два сегмента целевой аудитории. Под каждый из двух сегментов целевой аудитории вы сделали, там, допустим, по четыре баннера. Четыре баннера, каждый баннер вы сможете протестить после десяти тысяч показов. Вот, десять тысяч показов стоит, ну, допустим, будет стоить три тысячи рублей, да. Три тысячи рублей мы умножаем, получается, на четыре, это будет двенадцать тысяч рублей. Ну, соответственно, для двух аудиторий это будет где-то двадцать четыре тысячи рублей, ну, заложите там тридцать тысяч рублей, вот, если там что-то не сразу выстрелят. Поэтому вот в среднем с тридцати тысяч рублей тот бюджет, в котором можно начинать тестировать разные социальные сети для привлечения клиентов, ну, или разные каналы. Так, ссылка на курсы в комменты можно повторить, там была, я видел, можно еще раз просить, если с экрана неудобно читать. Да, это, друзья, это не ссылка на курсы, вот, это ссылка на бесплатные занятия, вот, вот, сначала бесплатные занятия, посмотрите, вдруг вам не понравится, вот, поэтому... Я, в общем-то, не продаю, да, мне в кайф поделиться контентом. Так, окей, Роман, спасибо тебе огромное. Супер. Друзья, мы весь контент, который сегодня был у Романа, и в видеозаписи отправим на почту, и презентацию отправим, и волшебный файл, про который мы сейчас говорили с конверсиями, тоже пришлем, ничего специально для этого делать не нужно, вы вроде бы все уже сделали, заинвестрирулись, пришли к нам, все окей. Так, Роман, большое спасибо. Пока, всем удачи, друзья. Так, огонь. Мы, друзья, потихоньку движемся дальше. У нас две части сегодняшнего мероприятия, и во второй части я буду рассказывать про CRM-маркетинг, CRM для маркетолога, буду говорить про систему, про Bitrix24, поотвечая на вопросы, коллеги тоже у нас сегодня, я напомню вам, есть коллеги-интеграторы, коллеги, которые хорошо знают Bitrix24, я видел, что уже переписка некоторая по почте есть в чатике, можно и другие вопросы туда адресовать. Так, про что мы сегодня? Мы сейчас поговорили в первой части, Роман очень здорово и подробно рассказывал про то, каким образом сформулировать креатив, как выйти в какие-то социальные сети, в Facebook или в Instagram, еще куда-то, и найти свою аудиторию, найти тот самый трафик. Этот трафик необходимо забрать себе, как любому бизнесу, нам нужно приземлить, как мы говорим, такой трафик к себе на сайт или еще куда-то. Вот сейчас давайте посмотрим немножко с точки зрения технологий, куда он может приземляться. Если это не сайт, если мы говорим про современные площадки, которые общаются через сообщения, через мессенджеры, ну тот же самый Facebook или Instagram, вот формат в личку ответил, или напишите мне в группу, отправьте заявку, и тогда я на нее каким-то образом отреагирую, прокоммуницирую. Это текстовое сообщение, реакция должна быть достаточно быстрой, ну и поскольку мы пробуем с вами разные площадки, мы не можем просто сесть в браузере, открыть закладку Facebook и сидеть на ней, ждать, когда нам что-нибудь прилетит. Нам прилетает из разных каналов, и все эти каналы мы должны отхватить, охватить, прошу прощения. Значит, это интерфейс B324, если вы видели сервис изнутри, ну тут обои, которые на вкус и цвет, да, подложка такая, каждый может поставить себе там что-нибудь летнее, веселое или нейтральное, это такие кубики, по которым подключают различные каналы. Если присмотреться к ним, там есть классические каналы, телефон или электронная почта, есть каналы современные, там тот же самый Facebook, Viber, Telegram или какие-то мессенджеры. Вот, соответственно, тот интерфейс, который есть сейчас, и по нему кликаете, и там достаточно просто подключить что-нибудь. Вот коллеги спрашивают про Instagram, будут ли Директ попадать к нам напрямую. Значит, есть сервисы, партнерские разработки, которые позволяют работать с сообщениями Директа. Мы напрямую пока Директ не забираем, поскольку это ограничение Инстаграма, он же Facebook, и они официально не дают делать в простом формате, да, без подключения корпоративного большого аккаунта, не дают делать подключение напрямую. Но способ есть, есть приложения, которые хорошо работают, можно с ними переписываться, все то же самое, как мы и говорили, тебе пишут, ты отвечаешь изнутри CRM-системы. Значит, вот вы подключили эти каналы и начинаете работать с ними в дальнейшем. Если говорить про соцсети, почему еще важно это подключать и быстро реагировать, соцсетки вообще пишут время реакции. Вы, наверное, видели, но каждый из нас, когда что-нибудь хочет написать компании или представителю компании, ожидает, что на сообщения реагируют чем быстрее, тем лучше. Соцсети выводят, ну, вы видели наверняка, и там в ВКонтакте, и в Фейсбуке, отвечают в течение какого-то времени. И чем короче это время, тем больше желания написать, тем вы повышаете конверсию. Поэтому, конечно, подключайте, моментально реагируйте, чем быстрее вы реагируете, тем, естественно, лучше. Для ВКонтакта и для Фейсбука, ВКонтакте CRM-формы и Фейсбук-лиды можно сразу же сделать интеграцию. Если вы рекламную кампанию настраиваете так, что у вас форма подтягивается прямо из одной или другой социальной сети, а это хорошо, то мы умеем сразу же забирать их внутрь CRM-системы. Значит, почему это здорово и удобно, вообще про что я говорю, давайте вдруг вы по картинке не сразу распознаете, что это такое. Внутри ВКонтакта и Фейсбука есть механизм, когда вы берете лид и в поля, которые вы хотите забрать себе, там, имя, номер телефона, электронная почта, сразу же подставляются данные, которые у этой социальной сетки есть. Они сразу же заполняются, человек на них смотрит, говорит, да, окей, все верно, и отправляет. Значит, это здорово для человека, потому что ему руками заполнять не нужно, там, не всегда с телефона удобно вбить электронную почту, если она заковыристая. И это для вас здорово, потому что исключает такой человеческий фактор. Вы из телефона набрали не ту букву или не ту цифру в номере телефона, все у вас лид фактически недействительный, да, вы так перебором из почты или из телефона не сможете восстановить, где же там ошибка. Соответственно, используете этот механизм, сразу же запираете из контакта, из Фейсбука контактные данные, которые там уже есть, они валидированы, проверены, и отправляете их сразу же к себе в CRM-систему. Значит, вот то же самое, первая картинка была про контакт, вторая про Фейсбук, пожалуйста, можно пользоваться и тем, и другим. Если это возможно, то мы настоятельно прям рекомендуем. Значит, мы поговорили про быстрые сообщения, какие-то быстрые реакции, и вторая история, когда вы продаете, ну, например, сложную услугу, которая по картинке в Инстаграме не всегда работает. Я показал в Инстаграме, например, фэшн, одежду, и сразу ушел в директ или в сумку, показал что-нибудь, что картинка красивая, классная, интересная, и сразу же дает понимание, ну, какое оно. Или очень известный товар, про который не нужно рассказывать. Вот он, условный айфон, я понимаю, что это такое, и мне интересна только цена, доставка, настоящий леон, ну, и еще какие-то факторы. Если мы говорим про сложную услугу или дорогой товар, который нужно объяснять, почему же он такой классный, значит, мы говорим, что недостаточно просто показать объявление. Нужно увести на лендинг, увести на страничку, и там уже вот по той схеме, которую Роман давал, если не запомнили, сразу можете потом посмотреть, как работать с возражениями, на какие там страхи или боли можно ориентироваться для того, чтобы человека зацепить этим, найти ту самую ниточку, за которую можно потянуть. Пожалуйста, вы приземляете его на сайт, и на этом сайте постепенно отрабатываете возражения, даете преимущество, показываете, чем вы интересны, лучше, или обосновываете цену. Много-много всего делаете, по блокам набираете. Я думаю, что история про лендинг для вас не нова. Мы тут про маркетинг разговариваем. Соответственно, огромное преимущество внутри Bittrex24 сайтов, а внутри Bittrex24 есть конструктор сайтов, в том, что он сразу же интегрирован с CRM-системой. То есть там можно сделать сайт, это несложно, это вот из кубиков составить себе то, что нравится, положить картинки, которые у вас есть, написать тексты, которые вы считаете правильными, и из таких блоков составить сайт. Там же вы встраиваете формы, формы захвата контактных данных, напишите нам, или мы позвоним вам, или чат на сайт точно так же появляется, и, пожалуйста, это все сразу же интегрировано с CRM-системой, и данные попадают сразу же внутрь CRM Bittrex24. Значит, эти сайты адаптированы под мобильные устройства. Если вы их планируете надолго или на какое-то время под все оптимизацию, там можно и все оптимизацию с ними сделать. Вот, размещается это у нас на хостинге, если вы хотите сайт просто под тестирование, там вот на B-тест вы провели, не нужно показывать где-то поисковикам, прям галочка не ставится, что вы не показываете поисковикам информацию, и вы в таком анонимном режиме существуете, проверяете свои гипотезы. Значит, сделали лендинг, обработали возражения, показали преимущества, поработали с аудиторией на этом лендинге, и все эти данные перетекли сразу же внутрь CRM-системы. Если вдруг у вас есть сайт не на Bittrex24, а на другой платформе, пожалуйста, такой виджет можно встроить и туда. Внутри Bittrex24 вы виджет формируете, берете код и перекладываете на существующий сайт, какой он у вас есть. Вот он позволяет вам написать или в мессенджеры, те же самые Facebook, Telegram, Viber, или на сайте пообщаться, или заказать обратный звонок. Пожалуйста, весь тот же самый функционал можно сделать так, чтобы он и на другом сайте присутствовал. Немножко про сквозную аналитику. Роман приводил в пример несколько сервисов, когда вы агрегируете разное количество данных и смотрите чистый ROI, чистый, мы имеем в виду не стоимость заявки, а стоимость продажи. Не тот момент, когда мы знаем, сколько стоит нам заявка из Директа или из Facebook или еще откуда-то, а когда мы знаем, сколько этих заявок завершилось успешной продажей, знает это только CRM-система, поэтому мы выстраиваем такую сквозную цепочку. Внутри Bitrix24 есть сквозная аналитика, посмотрите на нее, пожалуйста. Она умеет смотреть, из какого канала пришла заявка, умеет понимать, какая заявка дошла до финала, какая не дошла, сколько денег там было, и показывает прямо в цифрах, сколько стоил ваш клиент. Вот та самая цифра, в прошлом примере у Романа было 80 тысяч рублей, а у вас бюджет, например, не больше трех. Вот эту цифру можно увидеть внутри CRM-системы, прямо в Bitrix24. Сквозная аналитика настраивается по каналам, туда, в принципе, можно добавить даже офлайн-канал, если вы, например, размещаете номер телефона на билборде, вы его закрепили за офлайн-каналом, за этим самым билбордом, и автоматика считает сразу же вам, что вот эффективность офлайн-канала, вот такое количество звонков пришло, с этих звонков вот столько-то продаж было, пожалуйста, вы можете даже это отследить. Call-трекинг, как мы уже говорили, да, он умеет подставлять разные номера телефонов, вы сами определяете, какой номер телефонов привязан к какому каналу, и аналитика учитывает это у себя. С UTM-метками точно так же можно работать, я прям детально сейчас не буду показывать, что можно делать, я вот здесь выведу маленький баннерок, у вас появился, у нас есть курс на YouTube, короткий видеокурс по сквозной аналитике внутри Bitrix24, если будет интересно, то можно посмотреть его, там всего несколько уроков и базовые понятия, как работать со сквозной аналитикой, как ее настраивать, там, для социальных сетей или для офлайн даже инструментов внутри Bitrix24, все достаточно просто, там, никакого rocking science нет. Ну и, естественно, на сайте номера подменяются, номера и почта, если вы говорите про какой-то канал и приземляете трафик на сайт, и пользователь, который пришел к вам из условного контакта, где один номер телефона и почта, или из директа, где другие данные, они увидят на сайте подмененные данные, соответственно, пользователь из контакта и из Яндекс.Директа условно увидит разные данные. Это необходимо для того, чтобы сквозная аналитика корректно работала. Так, ну и маленькая там ремарка, когда мы работаем с персональными данными, конечно, помните об этом, вы должны в явном виде указывать, что вы работаете с персданными, получать галочкой согласие на то, чтобы человек заполнил форму, согласился с тем, что вы такие персданные обрабатываете. Опять же, сейчас не углубляюсь сюда в эту тему много, посмотрите, пожалуйста, у нас есть инструменты внутри Bitrix24, которые помогают. Ну, например, вы можете использовать либо готовый текст оферты по обработке персданных, а лучше написать свой, проконсультироваться с юристами. Ну, по крайней мере, механизм этот для того, чтобы показать текст и взять галочку согласия, он внутри Bitrix24 есть. Так, останавливаю баннер по сквозной аналитике, если будет интересно, потом можно будет на YouTube у нас найти. Так, значит, первая история, мы поговорили, как вот те самые данные клиентские, которые мы собрали, привлекли трафик, как их сохранить к себе, то есть принять. И вторая история, как сохранить. Значит, что мы делаем с сохранением этих данных? Конечно же, мы формируем клиентскую базу. Это такая очень большая задача, ну, не только большая, но и суперважная для компании, поскольку привлечение нового человека, новой компании внутрь своей воронки, оно стоит все больше и больше, конкуренция там все выше и выше. И, конечно же, очень логично работать с существующей базой, которую мы и формируем. Существующая база – это не только те сделки или продажи, которые вы совершили, это все контакты и коммуникации с контактами, по которым можно позвонить, написать или как-то пообщаться, которые есть у вас, которые были у вас воронки, но закончились успешно или неуспешно. Тут не так критично, но это ваша потенциальная аудитория. Когда мы формируем потенциальную аудиторию, нам заранее нужно сделать такое упражнение, поразмыслить, что мы с этой аудиторией будем делать и какие данные от этой аудитории нам нужны. Но, конечно же, в идеале мы хотели бы, как маркетологи, чтобы у нас было огромное количество данных, большущий массив, и мы фильтровать, то есть сегментировать эту базу могли по тысяче разных критериях. Вот мы придумали что-то интересное, заковыристое, и сразу же у нас такой сегмент появился. На практике все, конечно же, не так. Те данные, которые мы можем получить автоматически, круто, здорово, собираем автоматом сразу же, если вдруг кто-то отдает нам эти данные, какая-то соцсеть или сервис, или там сервис обогащения, есть сервис ДАДАТ, например, который умеет обогащать данные по существующему у вас контакту. Вот то, что мы автоматом можем забрать, все здорово и хорошо, но основные данные у вас появятся от общения ваших менеджеров, если у вас личная коммуникация, с клиентом. Соответственно, что нам нужно взять с клиента, мы заранее планируем. Нам нужно, конечно же, имя человека, как к нему обращаться, скорее всего, если мы предполагаем личное общение. Скорее всего, нам нужен канал коммуникации. Мы выбираем этот канал коммуникации, что это должно быть. В основном, например, мы делаем звонки, поэтому нам критичен номер телефона, мобильный номер телефона для того, чтобы мы дозвонить. Либо мы говорим, основной канал коммуникации у нас – это электронная почта. Мы работаем рассылками, отправляем письма – это ведущий основной канал коммуникации у нас. То есть в первую очередь мы забираем его. Либо мы говорим, нам нужен мессенджер, потому что через WhatsApp, к примеру, вся коммуникация у нас сейчас идет. Поэтому мы в первую очередь забираем или просим человека написать нам в WhatsApp для того, чтобы мы обратно могли ему совершенно спокойно ответить и написать, и этот контакт у нас был. То есть мы определяем основной канал связи. Конечно же, мы стараемся взять контакты не только основного канала связи, но и резервного. То есть, например, почта и мобильный телефон. Но понимаем, что ведущий канал для нас наиболее критичен, и если нам оставляет первые контактные данные, то вторые мы можем и не брать или оставить по желанию. И теперь к признакам и свойствам. Как же мы будем эту базу делить, когда мы будем строить разные-разные сегменты? Отталкиваясь от своего бизнеса, мы говорим, какое рекламное сообщение у нас может быть разным, отличаться. Например, мы совершенно точно отличаем нашу аудиторию по полу. Мы делаем подарки к гендерным праздникам, и поэтому нам нужно знать, это мальчик или девочка у нас в базе. И, соответственно, мы по различным образом коммуницируем с первой аудиторией, с мужчинами, с второй аудиторией, с женщинами. Вот, пожалуйста. Если нам нужно сделать сегмент женщины, которые совершали у нас покупки в последние полгода, то мы понимаем, что у нас задействованы уже три признака. Первый – гендерный, второй – локация, где находится эта аудитория, и третий – совершение покупок. Соответственно, мы выстраиваем для себя такие критерии, которые при первом контакте, при втором контакте нам необходимо занести к себе в базу. Этих критериев не должно быть очень много, потому что если мы много их поставим, менеджеры просто их не соберут, ну или мы не соберем автоматики. Ну и очень мало, конечно, тоже нам потом сложно будет обрабатывать. Второй момент – мы фиксируем действия клиента. Первые критерии – это то, что мы записали сразу же. Второй момент – я приводил пример тех, кто совершали покупки за последние полгода. Пожалуйста, в CRM-системе это есть, вот оно совершили покупки за полгода или посетили мероприятие, пришли на вебинар за последние полгода, и мы можем совмещать в критериях базы и признаки, которые мы записали сразу же, и действия клиента, которые у него есть. Это тоже записывается в карточку клиента. Вот мы строим различные сегменты по признакам, по истории или по каналу. Мы должны выбрать всех, у кого есть электронная почта, потому что по-другому рассылку мы не сделаем. Ну, вот таким образом можем делить. В итоге у вас получается база, которая сегментируется по статическим, динамическим сегментам. Статика – то, что не меняется, полгорода, динамика – то, что меняется постоянно. Последний раз был у нас на вебинаре, последний раз совершил покупку или что-то, что изменяется с течением времени. Соответственно, в рекламной кампании мы точно так же настраиваем на клиентов, которые, например, покупали в прошлом месяце. Вот они будут разными, мы их сегментировали, нацелились, если у нас там есть какая-то существенная часть аудитории, мы к ней идем. Сегменты, которые мы настроили сразу же, это тоже маленький интерфейс из Btricks 24, мы настраиваем такие сегменты по умолчанию. То есть регулярно мы пишем вот таким вот сегментом. Они автоматически пополняются, как только у нас появляются новые данные, они включаются в этот сегмент. То есть если вы один раз сформировали базу, в которой тысячи пользователей, через полгода вы формируете там другое количество пользователей, потому что они у вас приросли. Ну и в дальнейшем, каким образом мы с этим сегментом поступаем, мы идем в какой-то канал, в e-mail рассылку, в SMS рассылку, идем в информационный звонок. Если у нас для бизнеса приемлема такая история, пожалуйста, информационным звонком или там живым звонком мы можем прийти к человеку, к этому сегменту или к компании. И еще один маленький лайфхак, как можно сегментировать. Сегментировать, и это хорошая история в основном для B2B, по удачному и неудачному завершению сделки. Когда вы смотрите на оборонку продаж, у вас удачное завершение одно, там акты подписаны, например, как здесь на скриншоте, а неудачных завершений чаще всего несколько. Там причина отказа, почему не срослось с данной компанией в этот раз. Клиент отказался, например, и там какая-то причина, почему он отказался. Перенесли проект, он выбрал конкурентов, он отказался от проекта полностью, он там взял альтернативу какую-то, ну и вы указываете. Или у вас очень высокие цены, и поэтому он отказался. Соответственно, вы сегментировать базу можете и по этим критериям. Я вам очень рекомендую такие штуки вести. Оно очень полезно как в процессе. Руководитель отдела продаж может залезть в воронку на проигранные сделки и посмотреть, как менеджеры преодолевают те самые возражения. А вот в красном, по сути, возражения, которые мы не смогли преодолеть. Ну и для сегментации в дальнейшем, как маркетинг, нам, конечно, очень интересно. Теперь, что такое CRM-маркетинг? Такая капитанская история. Это коммуникация с нашими клиентами, существующей базой на основе данных, которые у нас уже есть про них. Вот то, что мы с вами сейчас проговорили, расшифровывать здесь еще раз не буду. Про каналы коммуникаций. Что мы можем делать? Мы можем на этот сегмент отправить электронное письмо, повторюсь. Можем смс отправить, можем там голосовой звонок. Здесь, опять же, смотрите, насколько это уместно. Когда вы, например, собираете мероприятие, и вам нужно напомнить, что завтра будет вебинар. Окей, так можно сделать. Скорее всего, люди нормально отреагируют на то, что им кто-то позвонит и проговорит. А может быть и нет. Нужно тестировать на вашей аудитории. Ну и еще один момент, на котором вот здесь хотелось бы остановиться, это автоматика может добавлять в рекламные аудитории, там, Фейсбука, например, или Инстаграма ваших клиентов. То есть у вас клиент находится на стадии воронки, на какой-то, и вот в тот момент, когда он переходит на следующую стадию, вам нужно добавить его в определенный сегмент. И таким образом погреть еще побольше. Вот теми самыми статьями, рекламным сообщением, преодолевать возражения в рекламе через этот механизм. Как только он переходит на следующую стадию, вы можете добавить его в следующую аудиторию, там, поставить исключение, предыдущая реклама закончится, следующая реклама будет его догонять уже с другим немножко посылом. Если клиент у вас успешно завершил сделку, пожалуйста, таким образом можно влиять и на кросс-продажи. Вы точно так же добавляете в новую аудиторию, там, человек купил у вас условный велосипед, вы его начинаете рекламировать и скейтборд в том числе. Потому что, знаете, я сейчас, например, фантазирую, что у вас есть среди вашей аудитории много тех, кто и велосипед, и скейтборд у вас держат подновременно. Вот вы такие гипотезы строите, и, соответственно, автоматика может добавлять у вас пользователей в разные рекламные сегменты аудитории. Мы все работаем с вами на DLTV. Тут, опять же, не буду углубляться, что это такое. Это чаще всего по механикам регулярные сделки, кросс-продажи и, там, вторые попытки, назовем их так. Значит, повторная продажа и регулярные сделки – это то, что вы продаете постоянно. Если у вас, ну, скажем, новая коллекция велосипедов, и люди меняют ее каждый сезон, то круто, значит, это регулярная сделка. Ну, такая фантастическая история. А вот, например, подписка на какой-нибудь сервис, скажем, на онлайн кинотеатр, или абонемент в спортзал, или еще что-то, что ты обновляешь постоянно – это регулярные продажи, нужно не забыть. Страховка на автомобиле – вот такой ярчайший пример. Привожу его всегда, потому что это ключевая история про бизнес. И как только, если вы автомобилист, у вас подходит время страховки к окончанию, вы знаете, сколько звонков, сообщений вам поступает. Давайте-ка мы пересчитаем. Люди про вас не забывают. Это и регулярные сделки, и вот вторые попытки. Мы дойдем до них чуть позже. Значит, еще одна история – это кросс-продажи, когда вы вместе с велосипедом хотите продать еще и там самокат, ролики, все что угодно, зная, какие предпочтения у вашей аудитории. Как только заканчивается первая сделка, вы сразу же активируете вторую. Или не сразу же, или там через месяц. Условно, если вы продаете сервис к кондиционерам, скажем, вот там установка кондиционера произошла, а в дальнейшем вам нужно с этим кондиционером провести очистку к следующему сезону. И вы ставите автоматом задачу к следующему сезону, там новой покупки кондиционера не будет, но почистить кондиционер предложить можно, давайте мы там сделаем все, чтобы он у вас хорошо работал, придем в сервисное обслуживание, там, 2000 рублей. Окей, пожалуйста. Это кросс-продажа, которую вы точно так же планируете. Планируете вы это все заранее, потому что потом это все нужно настроить в CRM-системе, и оно должно работать в стандартном режиме, в автоматическом, ну, там, полуавтоматическом хотя бы. Про вторую попытку. Это как раз сегмент тех сделок, которые завершились неудачей. Вы берете сегмент этих сделок и потом идете к ним с новым предложением. Если вы выбрали конкурентов, то вы идете спросить, как вам там с конкурентами, не нужно ли что-нибудь еще, вдруг там не совсем все удачно, а мы можем помочь. Или смотрите, какая у нас услуга еще есть, понятно, что вы там купили одно, но мы хотим вам предложить совершенно другое, давайте поговорим об этом. Либо у вас закончился цикл, не знаю, та же самая страховка, там, подошел к концу год, и вы через 11 месяцев за месяц, например, приходите и говорите, давайте-ка мы посчитаем на следующий год теперь нашу страховку. Вдруг наша будет интереснее, вот наши ключевые преимущества. Ну и два последних сценария, которые тут синим выделены, это реактивация, когда человек уже не коммуницирует с вами, такое ощущение, что отвалился, нужно его восстановить как-то письмом, звонком, любым каналом, но мы говорим, он чувствуется, уходит от нас, нам нужно его реактивировать. Ну и лояльность. Лояльность – это когда мы регулярно появляемся у человека или у компании и напоминаем про себя, каким-то образом формируя эту лояльность. Это не только про праздники, история, это, в принципе, про бренд, который в головах примерно существует у человека, и в следующий раз, когда у него возникнет потребность вот в этой категории товаров или услуг, он идет к вам. По механике, как это делается фактически, это настраиваются различные воронки и тоннели продаж внутри Bittrex 24, по которым маршруты клиента мы расписываем. Вот одна воронка закончилась, он идет сразу же в другую на кросс-продажу, например. Так очень удобно передавать клиентов из одного отдела в другой без участия самих менеджеров, которые могут забыть, потерять или неинтересно передать клиенту. Автоматика сделает все за них хорошо. Есть хороший инструмент, который называется генератор повторных продаж. Вот как раз мы взяли сегмент, если у нас есть менеджеры по продажам, есть отдел такой, мы взяли сегмент и поставили их в работу, то есть поставили новые сделки, которые нужно закрыть в этом месяце, в эту неделю, в этом сезоне, в какой-то период времени. Мы выбрали сегмент и отдали его на проработку отделу продаж, который с ним что-то хочет сделать, ну, продать соответственно. Так, немножко про то, что такое лояльность и почему ее нужно поддерживать, и не только про дни рождения. Значит, есть большая статистика, интересные исследования, которые проводили, правда, в англоязычной аудитории, не русскоязычные исследования, не большое, но мне кажется, что очень близки будут данные. 64% компаний, когда их спрашивали, почему вы переходите к другим поставщикам товаров или услуг, говорили, что это происходит не потому, что что-то с ценами не так. Там около 15% тех, кто говорил, цены высоковаты, я нашел лучшее предложение по цене и ухожу туда. Но 64% говорили, что это потому, что с нами никак не общались, не напоминали про себя, не говорили, ничего фактически со мной не делали. Мы понимаем, что это, ну, такой недостаток заботы, что ли. Мы не появляемся у клиента, и такое ощущение, что мы им только продали, а больше к нему не возвращаемся, не приходит. Клиент про нас либо забыл, либо вообще некоторые, видите, обижаются, что мы не возвращаемся и не говорим, как нам хорошо с ними, или как они важны для нас, или что мы делаем для того, чтобы им было классно, здорово вместе с нами на протяжении всего времени, которое они оплатили сейчас, или с той покупкой, которая есть у них от нас. Поэтому, пожалуйста, возвращайтесь к ним и планируйте такую коммуникацию. Теперь конверсионная штука. Про конверсию отдельно хочу сказать. Вот есть наши продажи, которые существуют в мессенджере, когда мы сразу же закрываем из директа социальные сетки, Инстаграма, Фейсбук, Контакта, Телеграма, еще где-то. Мы пришли в мессенджер, начинаем общаться, и вроде бы у человека есть интерес к нашему товару или услуге. И здесь как раз нужно поймать ту эмоциональную составляющую, особенно если импульсная покупка для нас основная, ну или хотя бы какой-то большой доли, то есть человек готов решиться сразу же. Например, чек невысокий, до 1000 рублей, это какой-то онлайн-курс, который вы то ли хотите купить, то ли не хотите купить, но вот тот самый момент, когда он переходит по рекламе или кликает на директ, управляет, что это такое, и здесь его нужно поймать, не отпустить. Если вы отпустите его там на один-два дня или просто скажите, идите в почту и оплатите там, очень тяжело, сильно в конверсии потеряем. Поэтому прямо в мессенджере нужно и показать ему дополнительное описание, бросить ссылочку, например, смотрите, что мы конкретно предлагаем. И тут же в мессенджере уметь взять деньги. Это сейчас, наверное, такой must-have, если вы работаете в продажах, и мессенджер у вас один из ведущих каналов, большую долю занимает, пожалуйста, научитесь сразу же принимать деньги. Этот скриншот тоже из Bittrex 24, у нас есть такой пункт, инструмент, называется центр продаж, когда вы можете подключить какую-то платежную систему, тут на скриншоте видно, и сразу же прямо в чате бросить ссылку на оплату. Человек, не выходя из телефона, получает такую ссылку, кликает на нее, совершает оплату, все, фактически сделка завершена, вам осталось только отдать человеку там либо электронный контент, либо физические товары, доставку, у вас там есть некоторая логистика позади, но вы клиента уже получили и деньги с него взяли. Пожалуйста, если вдруг вы еще не умеете принимать деньги в чатике, посмотрите пристально на эту историю, это способно повысить вашу конверсию существенно. В завершение немножко про автоматику я поговорю. Автоматика внутри CRM способна творить чудеса, там несколько ключевых есть точек применения. Первая точка применения, наверное, это автоматизировать работу свою, то есть заменить свои функции, рутинные функции автоматическими действиями. Автоматом там выставлять документы или автоматом формировать какой-то заказ или переводить на стадию при каком-то событии. Вот то, что менеджеры обычно не любят делать, хорошо делает CRM-система, освобождая их от этой рутины. Это, кстати, один из таких плюсов, бонусов при внедрении CRM-системы, которые вы доносите до своих сотрудников. Друзья, смотрите, как мы будем жить по-новому. Это, конечно, да, структурирует вашу работу в выводе прозрачными, не всем это нравится, но это освободит вас от большой части рутинных действий. Смотрите, как мы поможем вам продавать и что сделаем за вас. Что умеют делать роботы и триггеры? Они у нас называются так по-разному роботы и триггеры. То есть роботы делают какие-то действия, триггеры ждут, что компания или человек сделает что-нибудь, и они отреагируют сразу же. Какие типовые задачи обычно перед роботами-триггерами, перед этой автоматикой ставят клиенты внутри CRM-системы? Это планирование следующей продажи, например. Мы ставим такого робота, который говорит после этого действия, запланирует следующее действие, например, автоматом без участия человека. Мы сразу же высчитываем, когда, через какое время, какое действие, какой ответственный должен быть у этой задачки, например, и ставим такую штуку. Постановка задач. Иногда в цикле сделки, в особенности в B2B, нам нужна помощь не только продаж, отдела продаж, но и наших коллег. Например, рассчитать какое-то сложное ТЗ, или сделать расчет стоимости в детали, или уточнить, можно ли в принципе так с точки зрения юридической поступить. И нам нужно поставить задачку своим коллегам. Как только эта задачка выполняется, закончится, мы можем вернуть клиенту результат. Сколько стоит, или можем ли мы взяться за этот проект, или сколько по времени он будет длиться. Вот такую автоматическую постановку задачи способна выполнять изнутри вот какая-нибудь такая система из двух шариков. Ну, робот. Будем называть его роботом-алгоритмом. Про материалы и документы. CRM способна формировать документы самостоятельно по шаблону. Вы один раз загружаете шаблон из карточки сделки. Она подтягивает данные клиента из карточки самого клиента. Вот они, реквизиты. Вот оно, коммерческое предложение. Вот в один клик он сформировал такие документы и может даже отправить это в мессенджер или на почту самому человеку, с которым вы общаетесь. Либо вы это формируете в системе 1С с интеграцией и сохраняете у себя внутри и в карточке клиента. Про триггеры немножко, про ожидание реакции. Например, мы сделали просылку по электронной почте и сказали, друзья, если вам интересно вот то, что мы сейчас про ссылки описали, пожалуйста, переходите на сайт, там подробнее, есть форма заказа и можете почитать, посмотреть. И по этой ссылке автоматик мониторит переходы. Как только человек нажал на ссылку и перешел, мы понимаем, что смотрите, а, вот что случилось, значит, человеку интересно. И мы точно так отфильтровали аудиторию холодную, а более-менее теплой. Вот мы выявили интерес и сразу же передвинули на следующую стадию воронки эту сделку. И автоматом отправили менеджеру, например, на криминалку. Смотри, у тебя там свежий клиент. Горячий клиент перешел посмотреть, что же ты там предлагаешь, иди позвони ему. Можем добавлять клиента в рекламные материалы. Я уже говорил про интеграцию с Фейсбуком, например, про рекламные аудитории. И мы при переходе в определенную стадию сделки, там человек, например, сомневается, думает или там в финале находится, мы его можем погреть, простимулировать, вынести ему какой-то месседж в социальную сеть. К слову, если мы занимаемся рассылкой почтовой, то мы понимаем, что у нас открываемость в почтовых рассылках, ну, не очень высокая. 30-40% это сказка. Если база похолоднее, то у вас там бывает 20 и меньше процентов. Это означает, что у вас есть база аудитории, и там 70-80% этой базы не открывают ваши письма, то есть не получают их, а вы им рассказали, смотрите, какая классная акция есть. Вот эти 70-80% или вообще всю аудиторию можно погреть еще и через рекламные сообщения в соцсетях, например, или в рекламной сети. Таким образом, пока это не очень дорого, и там не перегрет еще рынок, и вы можете показать своей аудитории рекламные сообщения и донести до нее ключевую мысль. Например, про рекламную акцию, которая у вас прямо сейчас есть. Подводя такой небольшой итог, зачем нужен CRM-маркетинг? Ну, вот три ключевых пункта, наверное, назовем их так. Для повышения конверсии в продажах. Мы поговорили про разные нюансы сегодня повышения конверсии. Для повышения повторных продаж мы работаем непосредственно с CRM-маркетингом. Для увеличения лояльности. Регулярно появляясь, напоминая о себе, закрепляя в головах клиентов, кто мы такие, с какой сферой, с какой отраслью мы связаны, для того, чтобы в следующий раз, когда возникнет потребность, мне нужны там строительные услуги или мне нужна юридическая консультация, мне в голове нарисовалась вот та компания, А, Б или С, к которой нужно обратиться, потому что они в этом разбираются. Я регулярно вижу их, например, посты статьи. Ну вот, да, купил батон, в чатике пишут. И ФБ тебе догоняют рекламой, что молоко не забыл на 8000 рублей. Если у вас молоко, которое позволит за 8000 догнать клиента рекламой, огонь, значит, это ваш инструмент. Но тут вы, маркетологи, считаете, сквозная конверсия у вас есть, цифры перед глазами, поэтому логически определяйте, что вам интересно, что вам неинтересно. Как подготовиться к процессу? Создайте критерии. По каким критериям вы будете сегментировать? Что вам необходимо собирать в процессе? Настройте пресеты, цепочки и шаблоны. То есть вы заранее говорите, кого вы будете догонять. Нужно ли батон догонять молоком? Или у вас только станки догоняются сервисным обслуживанием? И что вы конкретно, в какой момент времени пишете? Нужно появиться через год, через три месяца? С каким сообщением лучше появиться? Пожалуйста, вот таким образом регулируйте заранее, а не по ходу. Менять вы, конечно же, сможете, но подготовиться к этому упражнению лучше, конечно, сесть и подумать и заранее спланировать. Ну и определяйте целевой канал коммуникации. Здорово, если он не один, у вас есть альтернативные каналы коммуникации. Помним про то, что рекламные сети тоже канал коммуникации, и мы по той же самой электронной почте или мобильному телефону можем таргетироваться и в социальной сети в том числе. Друзья, у меня из основной информации все. Если есть вопросы по второй части нашего вебинара, то, пожалуйста, задавайте их прямо в чатик. Мы постараемся ответить на них с коллегами вместе. Андрей пишет про историю с спам и письмами. Да, лучше с кем-то из партнеров посмотреть. Есть ощущение, что раз у вас большое количество писем из разных инструментов идут в спам, то, возможно, вас уже пометили как спам, и нужно что-то сделать с адресом. Там вот страшное слово «гейт» рисовали. Да, попробуйте на него посмотреть. Есть ли примеры CRM для розницы на базе BITREX24? У меня есть два любимых вопроса после вебинаров. Один вопрос, вы сейчас рассказывали все для B2B, а есть ли что-нибудь для B2C? А второй вопрос, вы сейчас рассказывали все для B2C, есть ли что-нибудь для B2B? Значит, характеристика B2B в том, что вы работаете в основном с воронкой, то есть вот с первой продажи у вас длинный цикл принятия решений. Характеристика B2C в том, что вы работаете в основном после совершения первой продажи. В B2C характерны быстрая коммуникация, вот тот самый агрегатор разных чатов внутри, быстрый ответ и работа дальше с базой, сегментация, повторные продажи и регулярные покупки. В B2B основа – это первая часть воронки, когда есть примеров, на самом деле много, сейчас даже не скажу по названию компаний, кто работает с B2C в рознице, достаточно много примеров. Так, есть ли в B2C возможность помещать клиентов, пришедших по промокоду? Если мы, например, UTM-метку к этому привязываем, то, пожалуйста, вы UTM-метку можете прокинуть к карточке, например, сделки клиента и в дальнейшем использовать это. Так, есть сайт на 1SBitrix, в нем есть модуль для АБ-теста, это вопрос. Да, если у вас сайт построен на 1SBitrix, посмотрите, в нем есть модуль АБ-тестирования, там есть разные редакции. У вас в административной части есть в разделе для маркетолога прям такой инструмент АБ-тесты. Посмотрите, он достаточно простой в освоении. Так, если получатели не верифицируют контакт, как достучаться SMS-ками. То есть если у вас непроверенный номер телефона, то тут CRM вам не сильно поможет, либо можно попробовать обогатить данные. Я говорил, что есть внешние сервисы. Один из примеров в голове, помню, называется «Да, дата». Они по, например, номеру телефона или ИНН-компании могут вам контактов добавить. Если в ручном режиме, то вы понимаете, что это за компания, и просто идете на сайт, берете контакт и пробуете альтернативным способом. Если у вас непроверенный номер телефона, и там никто не отвечает по SMS-ке, ну, можно позвонить, если и там не отвечает, то здесь только искать альтернативный. Так, появились ли интерактивные рассылки с возможностью покупки бронерегистрации внутри письма? Хороший вопрос. Лучше, наверное, партнеру на него ответить, потому что я знаю, что кейсы такие есть, когда внутри письма сразу же отправляли возможность, и нужно посмотреть технически, как это реализовано. Так, цена CRM – самый дешевый для настройки и тестирования. Для настройки и тестирования есть реальный период, он сейчас 30 дней, вы можете взять CRM-систему, CRM-система бесплатная, там много чего есть в бесплатном формате, но для тестирования, например, автоматики или каких-то сложных полисценарий, 30-дневный реальный период, пожалуйста, потестировать и посмотреть. У нас есть сайт на Bittrex, есть ли бесплатная версия CRM. Бесплатная версия CRM есть, прям тариф называется бесплатный, можно посмотреть на него на сайте Bittrex24.ru, там есть в разделе «Прайс» прям сравнение, какие функции есть в бесплатном тарифе, какие функции есть только в следующих уже коммерческих тарифах. Так, есть ощущение, друзья, что мы на основные вопросы поотвечали. Так, и тогда выстроим следующее наше действие следующим образом. Мы сейчас с вами заканчиваем примерно. У нас будет запись этого вебинара, будут презентации, которые есть у... моя презентация и презентация Романа. Мы их вышлем и отправим на электронную почту, по которой вы регистрировались. Там же будет списочек, который Роман обещал вам передать. После этого мероприятия, поскольку вопросы могут остаться, или они там прямо в чатик не идут, или они могут появиться чуть-чуть попозже, коллеги, которые сегодня были с нами в чате, придут к вам в телефон и спросят, насколько полезен был сегодняшний вебинар, и есть ли у вас понимание, как Bittrex24 в своей работе использовать. Если у вас накопились вопросы или накопятся к тому моменту вопросы, то, пожалуйста, сформулируйте их, и коллегам прямо можно озвучить. Можно ли вот так, работает ли так, а что можно сделать на первом или втором тарифе, или, в принципе, возможно ли вот такая схема, когда клиентов я беру вот здесь, складирую сюда, и потом делаю с ним какое-то следующее действие. Коллеги хорошо разбираются в платформе и ответят на такие вопросы. Друзья, большое спасибо вам за участие. Я надеюсь, да, было полезно. То, что вы пишете, что полезно, круто, здорово, будем продолжать. Вебинары у нас периодически происходят. Вам удачи в бизнесе. Используйте прикладные знания, которые в этом вебинаре вы получили. Я надеюсь, что у вас есть несколько пометок, что сделать по-другому, лучше внутри вашего бизнеса. Удачи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok